Друзья мои, я дико извиняюсь за то, что целых две недели пропал из поля эфира нашего замечательного канала YouTube. Но на это были объективно свои причины. Сейчас я хочу провести вам экскурсию по дому, как я и обещал, прям одним кадром. Проект, который вы можете в принципе найти в интернете, он называется проект Дома 106А, но он у меня немного видоизменен. Вы увидите тонну спойлеров различных будущих видео, все изменения я сейчас вам расскажу и покажу. Пойдемте. Итак, наша экскурсия начинается именно с этого места, потому что здесь у нас главный вход в дом. Есть два выхода. Главный и выход на задний двор, собственно, с которого я вам всегда транслирую все свои видосы, потому что там классная веранда, и я на ней что-нибудь там обычно строю и так далее. Сегодня мой оператор, моя жена, камеру выше и пойдем за мной. Так, веранда клевая, но один момент есть. Вот здесь немного дует. Я очень хотел сделать какие-то столики, стульчики, чтобы классно было, может быть, подвешить шезлонг, но вот этот, который типа кокон. Но пока точно не решили, потому что здесь ветерок. Стеклянная дверь, потому что снега наметает много, и здесь же будет тоже стеклянные панорамные окна. Для чего это нужно? Мы живем в Сибири, а в Сибири постоянно метет, постоянно холодно, и должен быть теплый тамбур. Это как раз для таких целей и есть. Коридор. Коридор прикольный. Здесь будет шкаф-купе небольшой, батарея. Ну, в принципе, как в небольшом коридоре. Напротив него будет зеркало находиться и какая-то там зона для зашнуровывания ботина, не знаю. Но это мелочи. Я вам, короче, сегодня досконально все расскажу, а вы уже сами там реагируете, нравится, не нравится, пишите комментарии. Здесь у нас уборная. Дверь будет открываться в эту сторону, поэтому я сделал включатель света с этой стороны. Вот. Пока у меня двери все временные, это вообще, можно сказать, бумажные двери. Мы их выбросим, поэтому не думайте, что это уже чистовая отделка. Нет. Я здесь сделал свою гардеробную временно. Про шахты я вам говорил уже тысячу раз. Даже, ну, давайте вдруг новые кто-то зрители смотрят по этому проекту. Там санузел, здесь санузел, и по этим шахтам будет потом в дальнейшем сбрасываться белье. Здесь же будет проходить система вентиляции, водоснабжения, отопление и так далее. Все будет через эту шахту. Также канализование будет через нее. Самый оптимальный вариант вот такой. Мне показалось. Не знаю, как на самом деле, но пока мне нравится. Здесь дверь тоже, по-моему, она будет открываться. Да, она будет открываться вот в эту сторону, потому что выключатель с той стороны. Пока мы здесь сделали кухню, временную кухню, так она в дальнейшем будет комнатой отдыха, потому что здесь будет стоять кровать. Вот тут. Тут, а она может включаться свет здесь, тут, там, в трех местах. Ну, да, еще вот здесь. Пока мы здесь кушаем. И мы с вами попадаем в замечательную большую кухню, которая уже, в принципе, продумана до мелочей, но этим полностью командует моя жена. Она уже расставила даже мебель, указала, где у нас розетки. Все это визуально пока отсутствует, но мы-то себе представляем, где у нас будут микроволновки стоять, где духовки. Кстати, спасибо большое Миша Такаеву. Это парень с Москвы, который классный электрик. И наш подписчик и зритель, который предложил любезно мне подсказать по электрике все. И благодаря ему у нас правильная электрика в нашем доме. Здесь будет остров. Интересный момент. Я сделал такую мысль, что готовка на кухне будет проходить именно вот на этом острове. Но здесь нет электричества. Оно еще не подошло. И мы просто взяли кабель 5х4 квадрата, пропустили его в комнату ниже. Он пройдет по потолку. И здесь в определенный момент, когда мне будет необходимо, я высверлю отверстие и подниму кабель сюда. Здесь у нас находится дверь. Кстати, в одном из видосов я показывал, как я ее монтировал. Через эту дверь мы будем попадать в баню. Это тоже уже идея, которая придумана была позже. Баня в проекте 106А, она не предусмотрена. Честно говоря, эту идею я подворовал у родителей. Эта штука работает, и она очень классная. Ты после бани не бежишь по сибирским сугробам с намотанным полотенцем, в тапочках. По снегу ты просто поднимаешься, и все круто. О чем всегда все ругают и говорят, что это неправильно, это то, что баня пожароопасна. Главная суть, сделайте ее качественной, и все будет хорошо. Правильно? Самые внимательные зрители заметят очень много спойлеров вокруг нас. То есть, во время просмотра видоса вы уже, наверное, ближайших будущих фильмов 7 увидели. Вот сейчас. Так что вам остается только писать в комментариях, что вы думаете о том, что лежит вокруг. Здесь у нас гостиная. Как я уже говорил, у нас будет здесь, давайте я, наверное, покажу даже, смотрите. В качеле это будет капля. Тоже буду делать в ближайших видео, наверное, в зимних, потому что летом у меня реально времени на это просто нет. Все, короче, как-то лаконично, удобно и компактно. При том, что дом 100 квадратов каждый этаж, по моему мнению, все очень даже компактно. Подвал на первый этаж, на второй куда идем? Подвал, второй, подвал, второй, подвал, 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 пойдемте. Итак, здесь будет тоже освещение на датчике движения, потому что подвал это мужская зона. Я буду в бильярд играть с друзьями, там общаться, и когда у меня жена захочет подслушать, она такая только сюда ногами, хоп, и здесь свет загорелся, я все узнал. Это моя идея. Это бильярдная, моя любимая. Это будет самая крутая комната, потому что бильярд уже куплен, но не готова комната. По-моему, 7-футовый, да, стол мы взяли. Он 2,10 на метр 20, что-то такое. То есть, он небольшой столик, но для этой комнаты он оптимальный. Если вы посмотрите сейчас направо, вы увидите такой классный закуток. Я хочу сделать здесь винный погребок. Я против алкоголя, и хочу уже завязывать с этими всеми алкогольными вещами, но тем не менее, я уверен, что это будет круто, если здесь сделать эти обрешетки и разложить винные бутылки. При том, что я бы не хотел делать, наверное, отопление под этой нишей, и, соответственно, здесь будет немножко холодновато, как раз вот для хранения вина. Но это мы посмотрим периодами. То есть, как отопление запустим, первую уж зиму мы поймем, где холодно, где тепло, где добавить, где не надо. Овощехранилище. Но пока это комната-склад. Я ее буквально сегодня-завтра всю разберу, и здесь ничего не останется. Может быть, даже вам досниму уже эти кадры, где комната пустая. Но сейчас пока вот так. Мы просто завалили временно. Сейчас будем переносить. Кстати, я вам никогда не показывал ту комнату, в которую мы сейчас идем. А она как раз является основополагающей, почему я захотел вам сегодня снять видос. Я ее очистил, она пустая. Пойдемте. Это та самая, о которой вы говорили, что не нужна тебе Денис Баня, не нужна тебе сауна в подвале. Тебе нужен свой кабинет. Давайте посмотрим его. Просто, просто какой это кайф. Сколько это места. Это, ну, класс. И у меня вчера, когда я проводил проводку, я начал тянуть кабеля, вы сейчас видите сзади, да, или кабели, кабеля, 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 да. У меня родилась мысль. В каждом крутом доме есть свой личный кинотеатр. Та-дам! То есть у меня будет кабинет, но он может превращаться еще в YouTube просмотровую. Где я могу собрать свою семью и сказать, ребята, я смонтировал новый ролик, смотрите. Здесь проектор и все, кино. Классно? Поддержите лайком, если считаете, что это классная идея. Пойдем дальше. Так, и мы отсюда. Я не знаю, вот вы еще не запутались в проекте? Может вам, может как-то план нарисовать и по плану, где мы ходим? Ну, я подумаю над этим. Так, здесь прачечная, о чем вы уже, ну, вы ее видели в последнем видосе, предпредпредпредпоследнем видосе, я ее штукатурил. Осталось совсем немножко, но так как я ушел в другой срочный проект из-за погоды, я надеюсь, что до октября я такую комнату доделаю. Это бойлерная. Это сердце всего дома. Здесь вся электрика, здесь же скважина на 20 метров в глубину, здесь же будет подходить газ, здесь же я буду готовить собаки, тут же я буду ее кормить через окно. Скорее всего, у меня такая идейка есть, что я просто могу открывать окошко и туда просовывать еду собаки. Может быть, не знаю. Ну, нести через всю квартиру, это нереально. Готовить на кухне для большой, ну, большую бадью для собаки тоже нереально, это в воне. Скорее всего, буду готовить здесь и как-то подавать, но это мы еще с вами придумаем. Так, ну, по подвалу все. В подвале у нас 5 комнат, я вам все их показал. Идем на второй этаж. Ну, первый этаж вы уже видели, в принципе, тут все понятно. На втором этаже у нас, как в нормальных, во всех домах, 3 спальни и туалет. Это спальня моего сына. Кстати, бильярд уменьшенная копия, о которой мы уже вам говорили. Ну, это такая тренировочная модель. Тот побольше, конечно. Шезлонг, шезлонг, который я делал в видосе вот в этом. Если сейчас ссылку прикреплю, по-моему, да, вот здесь. Он стоит, и мы им пользуемся, но пока на улицу не решаемся вытаскивать, потому что, ну, жалко. Жалко, хорошая штука, его же замочит там, пока он такой декоративный. Комната моей дочери. Вот, кстати, если говорить о том, что я изменил в оригинальном проекте, то вот как раз сейчас это и произошло. В этой комнате, во-первых, добавилось французское окно, которого не было в оригинале. Второе, добавилась гардеробная, которой тоже не было в оригинале проекта. И третье, добавилась терраса, потому что в оригинальном проекте там просто навес. Пойдемте террасу тоже покажу. Классная штука. Террасу я показывал, когда мы делали гидроизоляцию, помните, дегидролом. Вот, эта штука, кстати, работает. Красота. Так выходишь, смотришь там, народ, люди работают, все. Молодцы. Я не сильно барина включил. Ладно, пойдем дальше. Один из спойлеров, который есть на первом этаже, когда мы с вами проходили, это конвекторы. Мы тоже будем с вами делать, но зимой. У меня прям целая книжечка, в которой записаны видосы, которые я буду снимать зимой, потому что сейчас не хочу на это время тратить. На другое я трачу время. На другие полезные проекты. Это комната, в которой мы сейчас живем. Там тоже гардеробная. Также тут у нас еще пока дети с нами иногда находятся. И французское окно. И сын тут на кровати прыгал. Кстати, кровать тоже будущий спойлер, потому что сейчас у нас, по сути, нет. Мы спим на поролоне. А скоро, друзья, тут появится обалденная штукенция. И вы тоже это увидите. Ну и санузел, конечно же. Та-дам! Блин, вот, кстати, про санузел, по-моему, я рассказывал, ну, наверное, 1015 раз уже здесь, ну, в каждом из видосов. Санузел большой. У нас уже есть ванна приобретена. Мы просто ждем, когда ее сюда впилим. Кстати, ребята, один момент, который я всегда на видосах говорил, что здесь будет шкаф-купе для всякого белья и всякой остальной, ну, там, необходимой утвари, да, которая там, чистящие средства и все такое. Жизнь показала, и мой друг с Новосибирска как-то раз приехал ко мне, и я ему показываю дом, он говорит, Дэн, ты неправильно думаешь, не нужен тебе здесь шкаф, здесь нужно делать душевую кабину. Либо тебе надо дублировать, чтобы у тебя душевая была в этой ванной, либо делай отдельно душевую. Ты живешь в поселке, определенное количество кубатуры воды ты можешь только туда закачать, правильно? Соответственно, вот такую джакузи, если налил пару раз, это уже, ну, прям львиная доля воды ушла в канализацию. Она у нас не государственная канализация, а своя. Душевая кабина – это необходимость, и, возможно, здесь как раз будет, ну, что-то такое стеклянное, вот, например, вот досюда, потому что здесь шахта, как вы помните. Ну, чердак вам показывать, наверное, смысла нет. Единственный плюс, который можно от него увидеть, это то, что у нас оторвалась вон там лента от вентиляции, и то, что я в одном из видосов делал лестницу на чердак своими руками. И она классно работает. Посмотрите это видео, оно есть на канале. Собственно, все. Сейчас я пару раз еще пролечу коптером вокруг дома. Вы посмотрите, какой он красивый у нас вокруг. Пишите ваши комментарии. И, друзья, вам обещаю я, что на следующей неделе будет просто чумачечий, долгий, большой видос от меня, который я с моей женой снимал две недели. Вам понравится. Дождитесь его. Ну, а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Увидимся. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok